МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И продолжается заготовка кормов. После затяжных дождей природа нам подарила удивительно теплые солнечные дни. И работники сельского хозяйства должны использовать каждую минуту, чтобы убрать все, что они смогли взрастить на своих полях. По сводке заготовки кормов Управления сельского хозяйства мы узнали, что в колхозе Родины заготовка кормов идет не ахти, какими темпами. И вот мы сегодня здесь, в колхозе Родины, беседуем с главным агроном колхоза Асхатом Незамуддиновичем Исмагиловым. Вам слово, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, почему затянулись работы по заготовке кормов? Ну, я считаю, что основной причиной затягивания, значит, заготовки кормов это неисправность сельхозмашин, значит, комбайнов, селосубарочных комбайнов, а также прицепного инвентаря. В колхозе имеется всего один селосубарочный комбайн КСК-100, который уже эксплуатируется. Вы на него молитесь? Да, мы, можно сказать, что молимся, потому что выпускали мы, попробовали КПКУ. Есть такой агрегат еще для подборки, значит, многолетних трав. Тоже он у нас очень старый. И постоянно ломался. И сейчас, в конце концов, он совсем вышел из строя. Восстановить его сейчас очень трудно. Нет на него тоже запчастей. Значит, а Вы считаете, что основная проблема вот затягивания уборки кормов, заготовки кормов, это проблема с техникой? Да, это самая главная проблема с техникой. А как у Вас дела обстоят с колхозниками, с рабочей силой? Ну, в настоящее время, вот последние два года, рабочей хватает в достаточном количестве. В прошлом году мы уборочную работу провели без привлечения, значит, людей со стороны. И нынче думаем выйти своими силами. Ассалт Низамудинович, а вот скажите, пожалуйста, когда Вы думаете завершить заготовку кормов? Ну, закладку сенажа мы сегодня закончим. Последнюю яму, третью яму закладываем сенажа. К вечеру эту яму заполним. Ну, с заготовкой сена. Также задержка вышла только, можно сказать, из-за техники. Ну и, конечно, дожди в какой-то степени, конечно, помешали. Потому что дни, которые были один день, два дня вот таких хороших, без хорошей техники сеноуборочной, нельзя никак убрать это сено. Многолетние травы на 200 гектарах мы скосили всю, значит, 170 гектаров на сенаж и 30 гектаров на сено. К этому времени вот у нас нет ни одного гектара многолетки. Мы сейчас убираем на этом поле. Здесь пройдет газопровод. И поэтому мы готовим место газовикам, чтобы вот эта масса вот у нас не пропала даром. Мы это вот и убираем. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Недавно в районном дворце культуры была организована выставка монтажно-технического центра. Технический центр занимается монтажом, пусконаладкой, гарантийным и послегарантийным обслуживанием системы связи, системы видеоконтроля, системы доступа в помещения. Мы сегодня представляем в вашем дворце культуры стенд, который видите вы на экране, систему видеоконтроля. Темы видеоконтроля у нас состоит из видеокамер, видеокамер от камер скрытого наблюдения до камер всепогодного наблюдения. Значит у нас мониторы, квадроблок, который позволяет осуществлять видеокамеры на экране. Здесь заморозки для каждого кадра на принтере, записью на видеомагнитофон. Видеомагнитофон на стандартную кассету записывает от 3 до 24 часов в ссылке. Дальше у нас есть стенд доступа в помещение, то есть это электронный замок. В том случае, если карточка не занесена в машину, в компьютер, то есть нет этого кода, мы просто нажимаем кнопку, я с другой стороны просто проведу. Звучит сигнализация, ну и можно усилить, конечно, там и замок не открывается. Изнутри замок открывается, там есть стенд. Одним из видов деятельности монтажно-технического центра являются проектирование, поставка, монтаж, наладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание систем и средств охраны и безопасности жизни и интересов. Монтажно-технический центр предлагает оборудование отечественных и зарубежных фирм, отвечающие потребностям разных групп пользователей. Среди заказчиков монтажно-технического центра банки, предприятия, организации, фирмы и частные лица, желающие обезопасить себя, свои квартиры, офисы, автомобили и прочие. Проектирование систем ведется с учетом, в первую очередь, индивидуальных потребований и условий заказчика. Стоимость аппаратуры? Самая дешевая камера стоит около 500 тысяч, которая имеет чувствительную инфракрасную диапазону. То есть, если где-то стоит инфракрасная подсветка, она в темноте будет видеть. Вот самые дорогие камеры, естественно, цветные, которых у нас, к сожалению, здесь не представлены, они тоже зависят от качества изображения, от использования, допустим, на улице или внутри помещения, скрытого анатипа или накрытого типа. Стоит от миллиона четырехсот тысяч и до трех миллионов. Это так называемый видеодомофон, который состоит из двух блоков. Дверной блок, в составе которого находится камера с инфракрасной подсветкой, вот здесь светодиоды стоят, громкоговоритель и встроенный микрофон. Блок, который устанавливается внутри помещения, там, на кухне, может быть, или рядом с телефоном. Это небольшой монитор, пульт управления и телефонная трубка для переговоров. Допустим, вам кто-нибудь пришел домой, нажал кнопку звонка, значит, у вас раздается звонок, вы можете видеть, кто пришел, можете вот снять трубку, снять трубку, поговорить и при необходимости, значит, открыть защелку дверную, если, значит, присоединяйтесь. Значит, кроме того, нажимаем кнопку, мы можем видеть, вот, из-за того, что посторонний шум какой-то за дверью, что там происходит. Угол обзора камеры примерно, значит, по горизонтали 72 градуса, по вертикали, где-то 51 градус, то есть, если вот на уровне человеческого роста, там, или метр пятьдесят, где-то установите эту камеру, то, если кто-то будет стоять, независимо от его роста, где-то в метре от двери, полметра, то вы его прекрасно разглядите. Инфракрасная подсветка позволяет видеть в абсолютной темноте на расстоянии до метра. Это помочь в техническом оснащении службам охраны, службам безопасности и, в том числе, государственных и негосударственных структур в их техническом оснащении. Система видеоконтроля, вот как показал опыт, например, система, установленная в департаменте налоговой полиции в Уфе, позволяет очень эффективно охранять внутренние дворы, склады, гаражи, которые находятся вне, значит, где-то далеко от помещения охраны. Вот за два месяца, за то время, значит, в течение двух месяцев, за которыми, значит, работала система видеоконтроля налоговой полиции, уже зарегистрированы три случая, когда с помощью системы видеоконтроля были задержаны нарушители, которые пытались скрыть, значит, автомобили и проникнуть в складские помещения. Кроме того, значит, система скрытого видеонаблюдения, как показывает опыт, и, значит, эта информация проходила по центральному телевидению, позволяет обезопасить себя от очень распространенного сейчас рэкета, как говорят, от наездов. То есть, та документация, значит, записана на видеокассету, которая у вас будет, она принимается, в общем-то, органами, как это сказать, правоохранительными органами, воспринимается и очень, значит, хорошо используется. Ну, система контроля доступа пока еще в Уфе мало развита у нас, да, подписано соглашение с Национальным банком и с тем же вот департаментом налоговой полиции, где оно будет очень широко внедряться. В общем-то, находимся мы в Уфе, наши координаты есть в вашем отделе у неведомственной охраны, и в любое время, в общем-то, сможем приехать на обследование объекта и поговорить, хотя бы поделиться информацией, ну, в лучшем случае, конечно, заключить договор. Спасибо. Спасибо.